Всем доброго дня! В сегодняшнем выпуске будем говорить традиционно про главные события в Германии. На конференции по вопросам бедности Федеральная земля Нижняя Саксония призвали правительство ввести налог на богатство для сверхбогатых и увеличить налог на наследство для крупных состояний. Согласно исследованию Немецкого института экономических исследований, 1% самых богатых немцев владеет 35% всех частных состояний в Германии. Согласно аналитике, Германия ежегодно собирает около 40 миллиардов евро за счет налога на богатство. Но если бы этот налог был таким же высоким, как, например, во Франции, Великобритании или США, то объем дохода в бюджет за счет подобного налога составил бы 120 миллиардов евро. И это позволило бы инвестировать в инфраструктуру, образование, здравоохранение, социальную защиту и другие сферы, которые требуют дополнительных финансовых ресурсов. В последние годы в Германии, к сожалению, очень сильно возросло социальное неравенство и также распределение доходов среди населения очень неравномерное в связи с финансовым, энергетическим кризисом. Богатые стали еще богаче, ну а бедные теряют свои доходы. Согласно официальным данным, рост инфляции в Германии наконец-то начал замедляться и подъем цен в июле по сравнению с июнем составил всего 0,3%. Но при этом важно отметить, что, например, в июне промышленное производство Германии существенно упало и очень серьезно пострадали в первую очередь автомобильный и строительный секторы. Но при этом, что касается фармацевтической промышленности, то она оказалась в плюсе и увеличила производство в целом на 7,9%. По мнению аналитиков, несмотря на недавнее увеличение спроса, перспективы промышленной активности в Германии остаются очень мрачными, к сожалению, потому что на них очень сильно повлияли колебания объемов крупных заказов, а также рост цен на энергоносители. Кроме этого, также существенно снизились инвестиции и деловая активность в Германии, что в свою очередь повлияло как на промышленность, так и на экономику в целом. Поэтому, по мнению экспертов, в ближайшее время, к сожалению, заметного восстановления пока не предвидится. Согласно прогнозам, экономический спад в Германии может привести даже к летней рецессии, и это очень сильно беспокоит бизнес и немецких политиков. Поэтому Союз призывает правительство к немедленным действиям и считает Олафа Шольца, канцлера Германии, ответственным за эту ситуацию. Как выразился премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, экономика в других странах за границей растет, а в Германии идет на спад. И это внутренние проблемы, поэтому светофорная коалиция должна запустить аварийную программу для экономики. В свою очередь Фридрих Мерц призвал правительство к снижению налога на электроэнергию и сетевых сборов. По его мнению, такие меры помогут уже с 1 октября снизить цены на энергоносители. Рост инфляции и снижение покупательной способности в Германии стимулировало закрытие многих компаний. И на этот раз французская косметическая компания Ибраше планирует закрыть все свои филиалы в Германии, Австрии и Швейцарии. Об этом компания официально объявила в Штутгарте и в ближайшие месяцы, к сожалению, будут ликвидированы все торговые точки. Это затронет около 350 рабочих мест, и сотрудники получили подобную информацию еще в середине марта. В общей сложности будут закрыты около 140 филиалов, однако некоторые из них уже были ликвидированы во время пандемии коронавируса. Как объяснили в компании, в последние годы у них были серьезные экономические трудности. Это связано, конечно же, в первую очередь с ростом цен, инфляцией, снижением объемов продаж, снижением покупательной способности. Также были серьезные финансовые трудности во время пандемии коронавируса. И при существующей бизнес-модели компания, к сожалению, больше не может работать устойчиво и успешно. Однако, важно отметить, что бренд не исчезнет с рынков вышеуказанных стран, и клиенты по-прежнему смогут приобрести продукцию Евроше в интернет-магазине по прямой почте. Согласно официальной статистике, в последние месяцы в Германии, к сожалению, были вынуждены частично или даже полностью закрыться многие торговые сети, в первую очередь из-за их неплатежеспособности. В связи с этим, многие люди потеряли свои рабочие места. Напомним, что в последние месяцы в Германии существенно возросла безработица. И, например, по состоянию на июнь 2023 года эта цифра составляла более 2,5 миллионов человек. В то же время, как нам сообщают со всех СМИ, в Германии существенный дефицит персонала, и правительство планирует побольше привлекать иностранных сотрудников в страну. И здесь, конечно, возникает логичный вопрос. Зачем привлекать иностранную рабочую силу, если можно использовать свои внутренние ресурсы? Как мы видим, очень много безработных, и они почему-то не стремятся занимать эти вакантные позиции. В первую очередь из-за низкой оплаты труда. Финансовый кризис и инфляция очень негативно повлияли на рынок недвижимости в Германии. И в том числе это коснулось налога на недвижимость, который в 2022 году вырос в каждом восьмом муниципалитете. Согласно аналитике, подобный рост был самым серьезным с 2016 года. По мнению аналитиков, основная причина роста налога на недвижимость в Германии – это опустевшая казна муниципалитетов, так как это один из основных источников их доходов. В связи с инфляцией, подорожанием, экономическим и энергетическим кризисом их расходы существенно возросли, что в свою очередь приводит к дополнительной нагрузке на налогоплательщиков. Важно отметить, что налог на имущество отличается в зависимости от федеральной земли, так как города и муниципалитеты имеют право самостоятельно определять ставку налогообложения, что в свою очередь влияет на размер налога на недвижимость. Напомним, что с января 2025 года в Германии по инициативе Федерального конституционного суда должен вступить в силу новый расчет налога на имущество. Известно, что с прошлого года в Германии необходимо было подать владельцам недвижимости отчетность для того, чтобы их недвижимость пересчитали, чтобы была новая переоценка согласно новым ставкам. И таким образом, с 2025 года, вероятно, налог на недвижимость во многих федеральных землях также возрастет. В четырех детских садах во Франк-Курте-Намане есть подозрение, что сотрудники совершали сексуальное насилие над детьми. Среди прочего, речь идет о том, что детей в возрасте от 3 до 6 лет подозреваемые трогали и целовали в интимной зоне. Обвинения направлены против четырех человек из разных детских садов, два из которых муниципальные и два частных. Всего, по данным прокуратуры, в этом деле пострадало семеро детей и на данный момент ведется расследование. Фракция Городского совета Франкфурта выразила шок в связи с подобными обвинениями и призвала правительство к полному выяснению деталей. В данной ситуации необходимо задать фундаментальный вопрос, кому франкфуртские родители доверяют своих детей, когда отдают их в детские сады, и что делается для защиты детей от сексуальных домогательств со стороны работающих там сотрудников. В частности, представителям отдела образования непонятно, что два из имеющихся сейчас обвинения направлены против педагога, в отношении которого уже проводились соответствующие расследования, но которые были приостановлены. Затем мужчина продолжил работать в детском саду, но его снова отстранили от работы после новых обвинений. По словам начальника отдела образования Сильвии Вейбер, в детских садах Франкфурта гарантируется благополучие детей, и это безопасные для них места. Тем не менее, как подчеркнула она, нельзя полностью исключить события, угрожающие благополучию детей. Вместе с тем, все подозрительные случаи будут расследоваться не только властями, но и внешними экспертами по защите детей, а также городским управлением образования. На сегодняшний день в Германии существует очень много проблемных сфер, учитывая рост инфляции, подорожание, экономический и энергетический кризис. Но все же, согласно официальным опросам, существует несколько основных тем, которые очень серьезно беспокоят жителей Германии. Что касается статистики, то 29% опрошенных считают, что вопросы миграции и интеграции являются очень важными и требуют наибольшее внимание политиков. Но при этом, в зависимости от политических взглядов населения, результаты также существенно разнятся. Например, 40% тех, кто поддерживает АФД, свободных демократов и Союз, считают тему миграции и интеграции очень важной. Что же касается партии «зеленых», то только около 6% их избирателей считают подобный вопрос наиболее актуальным. Ну а среди сторонников социал-демократической партии эту тему поддерживает почти каждый шестой. Темы здравоохранения, пенсии и социальных выплат на данный момент в Германии теряют свою актуальность, и только 19% респондентов считают, что эти области требуют повышенного внимания государства. При этом социальные вопросы особенно волнуют сторонников левых, а именно 27% населения. Что же касается сторонников социал-демократической партии, то они считают наиболее насущными проблемы здравоохранения. На третьем месте по актуальности жители Германии выделяют тему защиты окружающей среды и климата. 18% опрошенных считают, что именно в этих сферах необходимо действовать более активно, и нужно повышенное внимание со стороны политиков. Конечно же, особенно активные сторонники партии зеленых. Ну а что касается остальных партий, то, например, 39% избирателей левых и каждый пятый сторонник социал-демократической партии также считают эти темы очень важными. Но все же, чем старше респонденты, тем больше снижается важность для них защиты окружающей среды и климата. Ну а менее актуальными областями для жителей Германии оказались экономика и рабочие места. Только всего лишь 14% респондентов считают, что это неотложные области, в которых необходимы изменения и повышенное внимание политиков. Хотя на данный момент, как вы знаете, растущая инфляция, повышение цен, энергетический и экономический кризис очень серьезно влияют на жизнь жителей Германии. Экономическая ситуация в стране и рабочие места меньше всего беспокоят сторонников партии «зеленых». Только 4% из них считают, что эти области заслуживают повышенного внимания политиков. Как мы уже сказали выше, больше всего они беспокоятся про изменения климата и окружающей среды. И в основном это молодежь, которая, вероятно, не задумывается над тем, что если не будет стабильной экономики, рабочих мест, если они останутся, например, без работы, то, вероятно, вопросы климата для них не будут уже такими актуальными. Что же касается других политических партий, то здесь ситуация иная, и текущая экономическая ситуация особенно беспокоит каждого третьего сторонника свободных демократов и 21% избирателей Союза. Ну а какие темы в данном случае актуальны для вас и стоят на первом месте, обязательно пишите в комментариях. Это были основные актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной и свежей информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и второй YouTube-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание. Будьте здоровы, отличного вам дня и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok